Я с чужими не курю, не курю, не курю, я с чужими не пойду, никуда не пойду, быстричи. Привет, ребята! В прошлом видео мне не удалось сжечь вот эти динамики от колоночки GPL Bomb Box. И снизу под видео в комментариях кто-то из вас предложил сжечь эти динамики от колоночки Soundbox 2. Я решил, что это хорошая идея, давайте так и сделаем, спалим эти динамики от колоночки Soundbox 2. Для этого нам надо открутить вот эту металлическую сетку, также надо открутить два динамика и вместо них подключать мои маленькие динамики. Также у меня есть еще одна идея, здесь есть два фазоинвертора и я хочу на них установить пассивки. Вот что-то вроде таких пассивок установить на фазоинверторы и навалить максимальную громкость и посмотреть, что с ними случится. И, кстати, ребят, что мне не нравится в этой колонке, это вот эта очень тяжелая стальная сетка. Я ее хочу заменить на какую-нибудь более легкую. И в этом видео я попробую что-нибудь придумать вместо этой сетки. Ну вот, ребят, я установил пассивки от колоночки H20 и закрепил их вот такими пластиковыми рамками, которые я вытащил из колоночки Tronsmart. Вот из вот такой колоночки здесь они тоже держали пассивку. Но так как у меня всего одна пассивка от колоночки Tronsmart, так как вторую я взорвал, поэтому я использовал пассивки от колоночки H20. Также пришлось вкрутить все вот эти шурупы на места, так как они все сквозные. И теперь колонка полностью герметичная, и теперь когда нажимаешь динамики, то пассивки чуть-чуть двигаются. Осталось навалить бас и посмотреть, что из этого всего получится, вырвет эти пассивки или нет. Ну вот, ребят, пришлось покрасить пассивки в черный цвет, так как они были серебристые, и фотоаппарат не мог понять, на что ему фокусироваться, на серебристый цвет или на черный цвет. Теперь все черное, и фотоаппарату будет легче. Субтитры делал DimaTorzok Ну что, ребят, результат оказался неожиданным. Я думал, что пассивки будут двигаться на максимальном ходу, что они даже, возможно, вырвутся, но ничего такого не происходит. Несмотря на то, что динамики огромные, эти динамики имеют небольшой ход. И они так сильно не раскачивают эти пассивки, как если бы динамик был в 10 раз меньше, но с большим ходом, например, как у колоночки JBL Charge 4, которая бы эти пассивки действительно раскачала на максимальный ход. А теперь мы открутим вот эти два больших динамика и будем подключать маленькие динамики. И посмотрим, что с ними произойдет на максимальной громкости. Кстати, ребят, магнит почти не нагрелся, он еле-еле теплый. Несмотря на то, что я качал на максимальной громкости и с закрытыми фазиками. Динамики здесь стоят 4-х Омные. Это значит, что усилитель достаточно мощный, чтобы подтянуть 4-х Омные динамики. Ой, ма-ма-ма-ма-ма-метно меня гасует. Затруют на вон, на вон, на вон, на вон. Динамики здесь стоят 4-х Омные динамики. Отдельно, отдельно. Отдельно, отдельно. Динамики здесь стоят 4-х Омные динамики. Ребят, я уже тут более 10 минут мучаю этот динамик и никак не могу понять, почему он не сгорает. 10 Ватт, 4 Ома, я его не могу спалить. Он уже трещит, он уже в принципе чистый звук не издает, но все еще не сгорает. Попробуем сейчас другие динамики, надеюсь, они будут послабее и хотя бы один из них сгорит. И продолжим мы вот с таким маленьким динамиком от H20. Динамики здесь стоят 4-х Омные динамики. Магнит настолько сильно нагрелся, что термоклей, который был на магните, он расплавился. И ничего, я не планирую даже сгорать, даже вони нет никакой. Ну и теперь попробуем большой динамик от H20. Может быть он хотя бы сгорит. Омные динамик от H20. Ну что, ребята, это официально неубиваемые динамики. Я их не могу ничем спалить, ни колонкой JBL Bomb Box, ни колонкой Soundbox 2. Ничего мне не помогает в этом. Ну, овальный динамик. Я думаю, он, конечно, ни хрена не сгорит, но мы его тоже включим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, ребят, полностью заряженный аккумулятор разрядился. Осталось две лампочки гореть. Всего за один час тестов динамиков. То есть эти динамики потребляли больше энергии, чем два родных динамика. На родных динамиках мне пришлось бы слушать около трех или четырех часов, чтобы разрядить до середины этот аккумулятор. А тут я справился за один час. Ребят, в итоге я задолбался сжигать эти динамики, потому что они ни хрена не сгорают. И мне пришла идея. Давайте их подключим к аккумулятору, который я вытащил из колоночки DIVOM PRO. И посмотрим, что будет с динамиками, когда я подключу к ним такое напряжение. Ну и начнем мы с самого маленького динамика. Красный к плюсу, черный к минусу. Что-то это какие-то слабые аккумуляторы. Вот тут я уже кое-что прикупил. Это обычные подставки под горячие сковородки. И размером они немного больше, чем мои динамики, поэтому их надо будет сделать как-то меньше, чтобы они только закрывали динамики. Ну и естественно, эти решеточки гораздо легче весят, чем та родная, которая тут стояла. И звук через эту решетку, естественно, лучше будет пролетать. Попробуем перекусить плоскогубцами вот эти шесть стержней самых толстых, чтобы снять внешние два кольца. Ну как вам, ребят, такая решеточка? По-моему, отлично. На нее сразу хочется поставить сковородку и пожарить на сильных басах яйца. Так, еще одна решеточка. Сейчас мы попробуем сделать с ней то же самое. Ну а прежде чем уже полностью собрать эту колонку, как она будет в итоге, надо еще кое-что сделать. А именно, надо ее вклеить вот такой вот пленочкой серого цвета со звездочками. Заодно я уберу вот эти все подпорки, которые подпирали сетку, и дырки, которые от них останутся, я замажу силиконом и закатаю все это пленкой. То есть получится, что два динамика, два фазоинвертора, одна пищалка, и все остальное будет вот такого цвета. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, ребят, готово. Теперь осталось заднюю сторону тоже так обклеить. Кстати, с этой стороны, где аккумулятор расположен, я убрал металлическую ручку и оставил только вот этот пластиковый колпак. Но с другой стороны ручка осталась, так как в некоторых ситуациях надо колонку одной рукой взять, и для этого нужна нормальная ручка, так как за эти выемки можно взять двумя руками, но одной рукой тут никак не уцепишься. Ну вот, ребят, что у меня получилось. Сейчас поедем немного покошмарим людей. Теперь я закрепил колоночку стоя, буду сидеть выше, будет удобно. И, кстати, очень удобно получилось то, что вот эти переключатели с левой стороны, так как правой рукой должен управлять ручкой газа, прям как будто он создан для этого самоката. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Ну что, ребят, я уже вернулся домой с поездки. Как мы видим, здесь ничего не отвалилось, эти решетки, они очень надежно здесь стоят. Защиту у пищалки я решил не ставить никакую, так как ее можно выдавить только пальцем. Если детей не подпускать, то это не случится. А защиту на динамике пришлось поставить из-за того, что во время езды я мог сюда случайно ударить ногой и вмять динамик, что, естественно, я не хотел. И теперь внешний вид у этой колонки стал более узнаваемый, теперь видно, где тут находятся динамики и то, что это действительно колонка, а не просто какой-то большой черный ящик и неизвестно откуда идет громкая музыка. И звук теперь стал более детальным, потому что ему почти ничего не мешает идти наружу. Ну и с помощью вот этих всех изменений я сэкономил где-то килограмм веса, так как вот эти решеточки, они намного легче, чем та, которая здесь стояла. Также я снял одну ручку здесь. Вот такое вот получилось разнообразное видео. С вас, естественно, лайки, подписка на канал и нажать колокольчик и написать кучу рандомных комментариев. А с меня новые видосики. До новых видео. Пока!